Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 59-й выпуск 5-го сезона «Будьте со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». В предыдущем выпуске из лаборатории вынес флешку санитара по квесту миротворца сотрудник Деррогрупп и незаметно заложил предметы в общаге для лыжника по квесту Деза. Выпуск поддержали финансово Илья Лето, Стефан, Бонник Форевер, Тимон Омск и Артур Муха. От души, ребята, что каждый выпуск практически поддерживаете. Большое спасибо вам! Будьте здоровы! Тимон, благо братец, привет, Прага! Артур, я забыл включить фпс, не обессудь, не обязательно включу в следующем выпуске. Я себе даже заметку сделал. Всем приятного просмотра! Сегодня хочу продолжить выполнять те же самые квесты, которые пытался выполнить в конце предыдущего выпуска. Один из них это «Устрашитель, ну да, убить диких в голову» на любой локации, из любого оружия. Это так, можно сказать, попутно будет делаться само по себе, даже не буду акцентировать на него внимание. Путь охотника, злой вахтер, егерю. Я также не смог продвинуться. ЧВК, мне еще троих нужно в районе общежития на таможне убивать. Ну и квест, который меня загоняет в рамки применения какого-то снаряжения или оружия. Это нужно с Муркой ходить в шапки-ушанки и разгрузки дикого по таможне. И пытаться с этого оружия настрелять еще чертову дюжину. 13 ЧВК мне нужно будет убить. Тропки моего ЧВК сегодня ведут строго на таможню. 15-16, точнее, треть нам подходит время. Ну и страховать будем уши, ушанку, корунт, наверное, и все на свете. Если что-то в рейде не стащат с меня после смерти, это все мне вернется. Один дробовик, кстати говоря, вернулся, который я вообще не потерял. Не знаю, либо по доброте душевной скинули, может брать просто не стали. Либо просто не смогли вынести его с локации. Да, далековато, конечно. Записывать сел специально вечерком. Час пик, можно сказать. Так что ожидаются осадки в виде ЧВК. Со всех сторон. Со всех щелей. Такой себе, конечно, спаун для PvP. Надо перебегать на ту сторону, по-любому, я так считаю. Ну, либо смотреть соседние спавны. В гаражах где-то. Однако, учитывая, что мне надо еще и в общежитиях зацепить кого-то, наверное, я прямиком буду стремиться к общагам. Может быть, кого-то на улице там подловим. Посмотрим, как пойдет. Фонарик, кстати, стянули. С дробовика с моего. К сожалению. У меня там на правой стороне. Я этого сразу не глянул, не заметил. Только когда загрузка пошла, тогда только увидел. Ладно, что, давай по левой стороне будем ближе к краю карты. Так, чуточку, конечно, но безопаснее будет, я так считаю. Причем два фланга смотреть лучше. Не жалю, ничего, обороняться только на одну сторону, да? Кипариков бы мне да побольше, штук 13. Вот, дикие подъехали. Фрезануло, хорошо. Так, вот, что за пистолетик? Это не наш ли клиент? Как думаешь? По-моему, это как раз наш товарищ. О, дикий обычный. Вот он! Ой, е-мое, это обычный дикий был. Эй, фары, врубай, вазил! А вы по кому стреляли? Ворожняк. Ворожняк. Да ты чё, капец, нафига себе. Что, настолько кривая пуля, что ли? Надо в упор подходить. Блин, взял мне руку, выбил. Ладно, придётся туда так вот сделать. И лечить руку. Ну давай. Хорошо, броню не попал. Вот, как новенький. Почти что. По кому-то стреляли, а по кому непонятно. Интересная тема, конечно. О, у него жилет дикого, что ли? Точно. Заберу. Экономить буду. Прямо шибко прятать его не буду. Вряд ли его кто-то заберет. Кому этот жилет дикого нужен. Да ещё и без галочки. Я так считаю. Ладно, пойдём на ту сторону. Кого-то они тут прижучить пытались. А может, и прижучили, кстати говоря. Раз тишину поймал, не убил их обоих. Не пойму, открыто, дверь закрыта. Открыто, по-моему. Третий этаж открыт. Блин, я без фонарика, елки-палки. Как мне коридор осветить? Мальчики. Это что, дал третий этаж, да? Третий этаж. Блин, с дробовиком тут. В помещениях. И богу, чисто на удачу. Ещё и ппшки тут. Ещё и ппшки тут. Придётся мне пикать ппшку. Придётся мне пикать ппшку. Твой японский бог. Куда ты сворачиваешь? Хотел быстро дёрнуть ппшку, чтобы фонарик забрать. А у него ЛЦУ. Ладно, пойдёт ЛЦУ хотя бы. Как-то его туда, что ли? О, вот так хотя бы. Так, второй этаж я открывал. Пойдёт, брат, пойдёт. Уже при монтаже прослушал повторно, и пока я лутал тело, я не услышал. На самом деле были шаги по пожарной лестнице слева, где со стороны машины, короче говоря. Там спокойно поднялся ЧВК, открыл дверь, прицелился и выстрелил лутающемуся мне в голову. Вот такая досада. Оделся обулся, готов к труду и обороне. Идём за ЧВК на таможню и делаем всё то же самое примерно. Мне ещё в общежитиях двоих нужно добить. Ага. На жидули, братули. Значит, прямиком в общаге. Так, тут у нас, по-моему... Тут у нас тоже есть спаун. Ну, в этом ряде холостой, видать. Надо сразу посмотреть, что там насчёт машины. Будет машина или нет, да? Чтобы, к сожалению, что ориентироваться. Машина есть, понял. Так, что у нас с общежитиями? Надежды на звуки большой нет. О, подгрузились. Красавеллы. Звуки зараза подводят частенько. Солцово более тусклый звук. Ой, свет. Получается. Опять подфрезила. О, подфрезила. Не, ну чё, надо. А если никто не придёт, чё мне? Всё время тут сидеть, что ли? Ну, пойдём в мячинку глянем. Ключик у нас есть. Всё равно, он мне уже больше не пригодится. Ключ этот. Последнее использование осталось. Нифига тут ппх накидали. Арсенал целый. Мы его вот так, 34 килограмма мы теперь весим. Ни много, ни мало. Тишина, да? Что-то да, в двухэтажку пойдём? У нас тут тихо. Двери прикроем. Надо было, наверное, мне и правда всё-таки в утро идти. Чё-то в вечер не пошёл никто. Даже на локацию никаких выстрелов не слышу. Опа. Пулемёт на базе решала. Опачки. Так, подожди, проверим. Раз уж зашли сюда. Кедр где-то на заводской территории там. Поливал. Интересно, ни в двушку, ни в трёшку никто не пришёл из чёвоков. Пойдём поглядим, чё там за возня была. Кого пытались там дикие кошмарить. Где это, на заправке было или на заводской примерно? Не совсем, я понял. Вообще, по-хорошему бы мне где-нибудь позиции какие-то занять. И подождать какого-то, какой-то активности на карте. Чтоб самому не бегать, как угорелый. Лучший вариант настрелять чёвыка это... Ну, в моём, по крайней мере, случае, это точно пройти к каким-нибудь третьим, либо... Другие какие-то варианты незамеченным. Подскочить к ним. О, есть стрельба. На центре под перебежкой, да, получается. Да, примерно. Скорее всего, на скалах они. Возможно, кстати. Опачки. Блин, там стрельба, и тут стрельба. Ну, давай, уже раз сюда пошёл. Внимательно, внимательно работаем. Оттуда могут дикие стрелять вообще абсолютно в любом направлении. В том числе и сюда, по скалам. Тоже не исключено. Ага, побежал, побежал. Ну, это дикий. Это дикий обычный. А вот это, по-моему... Нет, это дикий. Это обычный дикий. Еще один дикий. Пока никого не видно. И никого, кстати говоря, и не слышно даже. Что у меня по выходам вообще? Субтитры... Ну, сказать честно, я не хочу здесь больше находиться. Тем более, что начинает темнять. Активность... Небольшая... Небольшая... Я, можно сказать, в ночной рейд пошёл. Вечерний. Зря я это сделал. Надо было утром идти. Вон, убили его. Видишь, тело лежит. Дробовик стрелял. Стреляли оттуда, примерно. Там тело лежит. Ладно, не буду тут играть Шерлока Холмса. Тем более, что видимость ещё не очень хорошая. Пойду лучше спокойно выйду. Ещё раз загружусь в утренний рейд, да? Чтобы было хорошо. Чтобы было как положено. Опачки. Найс спаун. Помнишь, в прошлый раз я подловил с этого спауна как раз двоих чувака? Как раз надо попробовать обратную тягу этот спаун подловить. Ну, похоже, его либо нет, либо он прямо пошёл к ЖД. В общежитии. Так получается. Получается так. Ну, общага, говорит, возня. Ну, пошли тогда в сторону общежития потихоньку. Я так думаю. Хотя есть варианты ещё. Перепрыжку там глянуть. Уже Д. Те, кто с заводской, возможно, пойдут. Интересно, гранаты рвутся. Ого. В общежитии АХМ-ка рычит. ВМК-темп стрельбы бешеный. И Патрон может быть бешеный. Тут вкусный оппозицион. Правда, вот этот хмырь, возможно, мне малину подпортит, да? Можешь убрать его? Ладно, пока не агрится. Пусть стоит там. На шухере. Патрон. Тут у нас чё? Тут хорошо всё. И на перебежку вроде не спешат. Окей, идём тогда в двушку. Будем пытаться. Будем пытаться собирать инфу. И как-то её использовать в нашу пользу. Это где настройки, да? Опачки. Нифига там возня. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нифига там возня. А второй кто вот здесь шёл? Дикий? Похоже, что дикий. Да, это дикий. Опа, а вот это чёвок. А, нет, тоже дикий. Фига вас тут. А это кто? Вот это чёвка, скорее всего, третий, да? Да. Продолжение следует... Давай-давай, брат. Гаси его, гаси езжи. Блин, прям на меня уйдёт. Ну, это было предсказуемо, конечно. О, на первом этаже двери открыты. Ладно, что туда внедряемся? Что тут сидит-то? Ну, это было предсказуемо. Ну, это было предсказуемо. Базару нет. Сразу в общаги пойдём. Может быть, сейчас подрежем типов, которые будут на перебежке там, да? На камне заспаунились. Этих я уже никак не догоню, получается. К сожалению. Хотя... Может быть, будет правильнее отсюда зайти? И раз. А то я на той перебежке... На перепрыжке, точнее. Обязательно что-нибудь себе сломаю. То мизинцем стукнусь. То, что руками зацеплюсь. Что такое было? Эрдроп? Что за бред? Что за бред? Зачем эрдроп? Да, спасибо, спасибо, Тарков. Очень далеко меня высадил. Такое ощущение, что... Здесь на гаражах обычно только я один спавлюсь. Спавлюсь. Хотя на этой стороне тоже... Несколько спаунов. Нет, это все... Не то. Нам надо идти в общежитие. По-любому. Надо... Стиснув зубы... Не сдаваться... До последнего. До талого. До последнего рубля. Пока все не потрачу. Пока с совочком бегать не придется. Ну что теперь сделаешь? Вот такой вот я. Наконец-то хоть кто-то отдался мне. Я подозревал, что тут кто-то, возможно, будет. Ё-моё, да тут... Такой же, как и я, бедолага. Ты посмотри. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тут бедолага-массинист. Грустный, несчастный. Голый абсолютно. Возможно, 100 метровку делает. Так, стрельбу я слышал как раз в общагах вроде как, да? Опа, вижу. Это что? Это что, бот? Да ладно. Так далеко зашел. Продолжение следует... Продолжение следует... Зараза... Это бот был, оказывается... Ладно, окей... Ползём дальше... Смотрим в оба... Никого, ничего не видим, как всегда... Но они где-то есть, как всегда... Так, первый этаж открыт... Опа... Двое... Ну ладно, наши клиенты... Получается... Кого он ведь? А, слышу, слышу... Двое... Две разные пушки и один внутри... Двое... 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 Оф... Продолжение следует... Продолжение следует... Пойти в общежитие сначала или тут посмотреть что-нибудь. Давай, наверное, тут посмотрим. Сначала перебежку с ближайших спаунов. А мы даже можем вот здесь где-нибудь... Примастыриться. Фу. Человек засады. Ту сторону не вижу. Пошла борьба. На локации. Чё там взрывается, я не понимаю. Чё-то где там сходу файт нашли, пацаны. Блин, или пойти в общежитие я точно сегодня не сделаю. Да и завтра, и скорее всего и послезавтра не сделаю эту подставу. А вот что касается... Егеря квеста. У меня в общежитиях всего лишь один чувака остался. Давай, наверное, попробуем его добить. А потом уже будем... По локации ходить. Снаружи пытаться подлавливать чуваков. Так, мне кажется, немножко даже попроще будет. В том плане, что мы можем ходить на звуки стрельбы, там какая-то возня, ещё что-то. А то там приходится прям вообще туго, тяжко. Ну, сложно, сложно, пацаны. Вы уж не обессудьте, но сложно мне это даётся. Ого! Как будто за хвост кто-то держит. Есть там стрельба. Лупят уже в общагах, гранаты взрываются. Давай, с левой стороны буду заходить. Ага. Там опять, пацаны, жёсткие. Второй этаж открытый, взошли с той стороны. А меня вычислили, всё нормально. Или нет? Кустыня вы давайте. Фак, и слева, и спереди. Падла. О! Нет, не убил, у меня бы... Ээээ, не убил, у меня бы заигралок. Эй! Вот зараза. Всё, отстрелялся, нафиг. Фу, не, я всё, я на таможню больше не пойду вообще жить. Ну, где-нибудь рядышком там, возможно, буду тереться. Подлавливать, пытаться кого-то, ну, внутрь я точно с дробовиком больше не пойду. Я думал, что Чевика на лестнице я подстрелил, а оказывается нет. Его там выкосили сходу на входе, и там вообще просто... Ну, ты видел, там весорубка какая была. Значит, закрыл я путь охотника, злой вахтёр. Пятерых Чевика мы достреляли в районе общежития на таможне. С этим квестом покончено. Устрашитель тоже чуть продвинулись, 13 из 40 есть. Ну, а по подставе ещё потеть и потеть. Я даже половину не сделал, 6 всего из 15. Ага, на ЖД. Всё. Спасибо, Тарков. Натерпелся. Пофиксал СУ, пока похожу. Честно, гора с плеч. Из-за того, что не нужно идти больше в общежитие. Надо было, наверное, гораздо раньше мне выполнять этот квест не с дробовиком. А с чём-нибудь другим, пока с автоматами, там, туда-сюда бегал, да? Да тоже, блин, посмотри, какой квест не возьми. Почти всегда привязка к оружию идёт. То с болтовки настрелять, то ещё чё-то. То с дробовика, то с Ксюхи. Всё такое. Подожду, короче, пока тут... Подход с левой стороны. Подойдут? Окей. Не подойдут? Пойду, наверное. Душу отведу, что ли? Хоть по диким постреляю. Ты чё это? Куда это годится? Нет, похоже, тут нет никого. Либо не пошли, либо нет никого. Да там ещё время такое было. Вон, и дал пол шестого. Я когда-то загружался, 5 утра было. Не туда и не сюда. 5 утра, ещё темно. А в 5 вечера уже темнеет. Тем более, погода-непогода. Можешь забить на всё и пойти полутаться? Как считаешь? У общаги перекрёсток трейлерный. Да нет, это вся фигня. Тут делать нечего. Я готов поспорить. Вся суета будет на той стороне. Тут слишком много тропинок и путей для манёвра. А там деваться некуда. Там везде стычка. Куда ни пойди, везде стычка будет. Ну, с той стороны спауна, я имею в виду. Блин, или всё-таки пойти в общежитие? Ну, чё, раз нет. А, нет. Кто-то всё-таки есть. Ты кто такой? На базе... На базе решала, да? Струльба. А, это дикий. Это значит дикий там шубуршал-шуршал. Хотя мне, блин, дикий-то тоже нужно и так-то. Да что такое? Да что такое? Почему так паршиво попадает? То с одной пули, чёрт и знает откуда. Ладно, убили, да и ладно. Вот тяна. Такое, говорит, временно. Ну, всё в общежитиях, возням и ёлки. Да я не хочу вообще идти. Вот хоть что-то со мной делать не хочу. Дикий, скорее всего, да? Хочешь, не хочешь, а надо, говорит. Больше не видно никого нигде. Ну, как не вовремя, а? А, блин, как я не хотел вот этого делать. Может быть, это придётся делать, да? И они, по-моему, даже не вкурили. Застрелил одного. Я не вижу, просто не вижу, что там происходит. Так, у нас тут гость. Нет. Или этого не я убил. Так, их ещё двое. Так. Продолжение следует... Блин, хорошо попал. Продолжение следует... Трое их убил. Вот где вы были, когда мне трое надо было от ЧВК? В общагах. Парни. Пошел в баню. По кустам пошел, пошел кто-то. Ну это скорее всего дикие там лазают, патрулируют, да? Поднялся ко мне дикарь. Нет никого, говорит. Конечно, нет. Дисохотер в 206-й спрятался. Ладно. Давай поковыряем. Даже вон что. Блин. Это меченку вскрыли, да парни? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот этот вообще жесткий садрик. Хагрид. Первый уровень? Что? Ну его явно кореш собирал, который там. Офигеть. Да, братьяло. Приоделить, я конечно, знатный ТХ. Я бы забрал, у меня хороший квест есть. Вот этот, скорее всего, его. Вот этот организатор всей этой банды. Нет, 14-й. Да вы серьезно? Откуда такой лут, когда? Надо с ума сойти. Минус уши. Надо не забыть на монтаже потише сделать. Ой, бупрофен можно одной. Нафиг мне этот первый уровень туда. Маячки принесли. Что-то серьезное планировали. Какую-то. Серьезная организация получается. Я лучше корун заберу. Раз уж на то пошло. А. Еще чувака идут. 45 килограмм. Фигово. Ты киде. Ах ты, зараза. Вижу, вижу. Все, я приехал. Падла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok